Трагедия, которая ужаснула каждого. Пожар в торговом центре в Кемерове унес жизни больше 60 человек. Пока следователи выясняют, что стало причиной ЧП, власти на местах получили распоряжение проверить все торговые центры. В ноябрьские проверки начались со скандалов. Перспективы развития. Глава администрации и руководитель дирекции муниципального заказа посетили 8-й микрорайон. Как будет развиваться инфраструктура самой молодой части города? И разрешат ездить на красный. Комиссия по безопасности дорожного движения на очередном заседании приняла сразу несколько важных решений. Что изменится в ближайшее время для пешеходов и водителей Ноябрьска? Итак, главной темой недели, конечно, стали события в Кемерове. При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» погибли более 60 человек. Большинство из них – это дети. Что послужило причиной пожара, все еще доподлинно неизвестно. Следователи продолжают работать над версиями. Но известно, почему погибло столько людей. Не сработала противопожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были заперты. Возбужден целый ряд уголовных дел, обвинения, предъявленные семерым должностным лицам. 28 марта в России объявили национальным днем траура. По всей стране были приспущены флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании. Отменили развлекательные мероприятия и программы. В селах и городах прошли тысячи акций в поддержку кемеровчан. В среду жители Ноябрьска собрались на площади памяти. Там прошла акция солидарности «Кемерово. Мы с тобой». В ней приняли участие несколько сотен человек. Они возложили цветы и игрушки к памятному плакату на улице Ленина. Многие не могли сдержать слез. Мы поддерживаем эту акцию и мы надеемся в дальнейшем, что такого больше не будет повторяться, чтобы люди так страдали и особенно наши дети. Мы желаем, чтобы в нашей стране только было хорошее, плохого чтобы не было. Это вообще такая боль была, такая печаль у меня у самой внучки. Представляю, думаю, вот они тоже так ездят, ходят в такие клубы. Это такая халатность, так убить людей вообще. Просто третий день плачу буквально в смысле и начать нельзя сказать. Такого не должно случаться. Такого не должно быть. У нас же в 21 веке, что пошли гулять, пошли в выходной день, прошли провести этот выходной день. У меня есть внук. Я его боюсь теперь куда-нибудь выпустить. Во дня мы плакали. Сегодня уже как-то и то я читаю новости и до сих пор плачу. У меня тоже двое детей. Мы тоже ходим в торговые центры, ездим в большие города. Но это очень тяжело, потому что это дети. Дети, они ни в чем не виноваты. Они вообще ни в чем не виноваты. Они бы жили с ростом и виноваты здесь. По поручению Генеральной прокуратуры в России проходят внеплановые рейды по пожарной безопасности в списке развлекательные, досуговые, а также торговые комплексы, культурные и спортивные учреждения. Массовые проверки начались и в ноябрьске. Они уже показали, не все владельцы городских заведений готовы к визиту надзорных органов. Елена Жаркова с подробностями. Система оповещения сработала прямо посреди дня, когда посетители одного из городских кафе спокойно обедали. Услышав сигнал тревоги, люди не растерялись и побежали искать выход из помещения. Получилось? Нет. Отпереть с первого раза эвакуационный выход у юного посетителя не получилось. Замок открылся после нескольких попыток, при этом с большим трудом. И хорошо, что это была лишь имитация пожара. В реальной же ситуации, когда люди охвачены паникой, этот путь спасения мог бы оказаться настоящей ловушкой. Мы закрываем, когда никого нету здесь. А когда люди сюда поднимаются, мы открываем. А вы откроете? Конечно. Здесь вот, десятый номер, там у нас ключница висит. Такие рейды сейчас проходят по всей стране. Вот и ноябрьские сотрудники прокуратуры и Пошнадзора смотрят на исправность систем сигнализации и пожаротушения. Особое внимание выходам, через которые в случае ЧП посетители могли бы эвакуироваться. Давайте пройдем по помещению, посмотрим, потом уже будем разговаривать, дальше делать. Сотрудники этого батутного центра уверяют, на случай ЧП они готовы. Мол, еще утром проверяли пожарную безопасность, узнав накануне о трагедии в Кемерово. Вы говорите, что проверяли его когда-вчера, да? Сегодня он там. Сегодня. Кто приезжал? Представитель ВИОНа или кто приезжал? Наверное. Ну, как вы проверяли его? Пульт стоит, на пульте отключалось. Где пульт, кстати, у вас? Хорошо, покажите первичные средства пожаротушения. Огнетушители. Вот только что он варнув нас на зарядку. Вот как всегда, вовремя. То есть вообще на объекте отсутствует огнетушитель? Вот только что нанес на зарядку. В любом случае, если огнетушители забираются на зарядку, то взамен ставятся другие огнетушители. На момент проверки в помещении отсутствовали огнетушители. Да и запасного выхода не оказалось. К тому же, система оповещения и сигнализации отказались работать. И как бы не уверяли в их исправности, сотрудники центра все попытки оживить оказались тщетны. Давайте не будем, потому что это опасное мероприятие. Вот с этими бумажками. Это давайте мы не будем делать. Потому что, если бы система сигнализации была действительно рабочая, он уже обязан был сработать. А ведь именно в такой же батутной комнате в торговом центре Кемерово началось возгорание. Так говорят очевидцы. Поролон при горении смертельно опасен. Он выделяет едкий дым. И если аналогичная ситуация случится уже в этом помещении, с такой противопожарной безопасностью, трагедии вряд ли удастся избежать. У нас же проверка идет не только фактическим обследованием, у нас еще идет сравнение технической документации. То есть, если документация на определенные виды материалов, в том числе отделочные, на батуты, допустим, если они подтвердают, что они не горючие, возможно. То есть, тут, соответственно, идут минимальные требования пожарной безопасности. Если же они горючие, либо степени горючести и выделения токсичности при горении, они превышают, соответственно, это уже другие требования. Поэтому очень многое будет зависеть еще и от той документации, которая нам будет предоставляться как собственные, так и ориентаторы помещения. Надзорные органы уверяют, эти проверки не превратятся в формальность и не закончатся отписками. Все нарушения будут зафиксированы и ответственные за безопасность в случае халатности понесут реальное наказание. Для юридических лиц штрафы, они начинают нижний предел, которых там порядка 150 тысяч рублей. То есть, минимальное наказание за отсутствие, либо наличие неработоспособной системы пожаротушения предусматривает минимальные 150 тысяч рублей. При этом ноябрьцы могут помочь инспекторам. И в случае явных нарушений в торговых и развлекательных центрах сообщить об этом на горячую линию МЧС. Звонки будут учтены в ходе рейдов. Кстати, проверки продлятся до середины апреля. Елена Жаркова, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Всего за время проверки в округе обследуют 32 торговых центра. Напомню, МЧС запустила на Ямале горячую линию, на которую жители региона могут сообщить информацию о нарушениях пожарной безопасности в местах массового скопления людей и в жилых домах. Номер телефона, по которому можно обратиться к спасателям 2-39-99, код Салихарда 3-49-22. У нас было проведено совместное совещание с прокуратурой по определению порядка проведения данных проверок. То есть по догиду прокуратуры мы привлекаемся в качестве специалистов в области пожарной безопасности, назора за исполнение пожарной безопасности. В первую очередь, в любом случае, будет обращаться внимание в исполнении требований противопожарного законодательства. Вот это и эвакуационные выходы, и система сигнализации, и системы предварительного оповещения, и системы передачи сигнала на наши пожарные подразделения, и смотреть пути эвакуации, захламленности и работоспособности. У Алексея Романова появился новый зам. Заместителем главы администрации Ноябрьска назначен Евгений Белов. Как сообщается на сайте городской администрации, он будет курировать вопросы в сфере имущественных, жилищных и земельных отношений. И продолжит осуществлять руководство департаментом имущественных отношений, который возглавляет с 1 января 2017 года. 23 марта Евгений Белов в Салихарде встретился с зам. губернатора округа Дмитрием Артиховым и своим коллегой из Нового Рингоя Алексеем Горпинченко. На встрече обсуждали вопрос развития экономики и бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности городов Ямала. Зам. губернатора поздравил новых заместителей глав муниципальных образований с назначением на должности и пожелал эффективной и результативной работы. Строительство детского сада в 8 микрорайоне начнется в начале апреля. Об этом на неделе рассказали глава администрации города и руководитель дирекции муниципального заказа. Алексей Романов и Юлия Смирнова посетили микрорайон и поделились с журналистами планами по развитию социальной инфраструктуры новостроек. Так уже в ближайшее время начнется долгожданно строительство детского сада на 190 мест. Напомню, его возведут в рамках соглашения с компанией «Газпромнефть» и «Небреснефтегаз» и программ «Родные города». Подрядчик к работам уже готов, проект сада согласован, ждут только разрешения на строительство. Уже получено положительное заключение экспертизы, как правильно сказал Алексей Викторович. У нас уже идет процесс получения разрешения на строительство именно от архитектуры. И дальнейший срок реализации данного проекта будет планироваться в два года. Кроме того, в этом году власти хотят разработать проект на строительство в 8 микрорайоне общеобразовательной школы на 1200 мест с бассейном. Должно появиться в районе учреждения дополнительного образования. Участок для него уже определили. Это пустырь на перекрестке Советско и Высоцкого. Частично эту землю сейчас занимает стихийный рынок. В ближайшие полтора месяца землю освободят и выставят на торги, поскольку муниципалитет намерен привлечь к строительству частного инвестора. Я думаю, что к середине мая, если все будет хорошо, то у нас определится победитель, получатель этого участка. Ну а дальше, соответственно, работа по проектированию, получение разрешения на строительство, но и непосредственно сам общий строй. Зашла речь и о перспективах по ремонту городских дорог. Юлия Смирнова рассказала, что на ямочный ремонт и устранение колейности в этом году деньги заложены, а вот с капитальным и новым строительством, скорее всего, придется подождать. Хотя городские власти продолжают работу в этом направлении, так составлены проекты и получены положительные заключения экспертиз на целый ряд улиц. Во-первых, это реконструкция перекрестка Советской и ЦОЭС с расширением дороги до четырех полос. На эти цели, по подсчетам проектировщиков, понадобится 64 миллиона. Еще один готовый проект стоимостью 67 миллионов – это строительство новой дороги между 8 и 10 микрорайонами, так называемого дублера улицы Высоцкого. Около 90 миллионов понадобится на капитальный ремонт путепровода по улице Мира и 70 миллионов – на мостовое сооружение через реку Нангпех. Средства немалые, сейчас администрация готовит инвестиционные паспорта объектов для того, чтобы добиваться финансирования проектов из окружного бюджета. Проекты сейчас получены, но в этом году реализация строительно-монтажных работ все-таки, наверное, не предвидится. В лучшем случае, если же будет получено положительное заключение в округе, то, может быть, во втором квартале, во второй декаде этого года, полугодия, мы приступим к работам, но это маловероятно. Все-таки реализация на 2019 год. Ездить по городу разрешат на Красное, а пешеходных переходов в ближайшее время станет меньше. Комиссия по безопасности дорожного движения на очередном заседании приняла сразу несколько важных решений, что изменится в ближайшее время для пешеходов и водителей Ноябрьска. Дорожные новости обобщила Евгения Демина. Этот пешеходный переход небезопасен. К такому выводу пришли госавтоинспекторы и вынесли пешеходной дорожке приговор. Причин тому несколько. Во-первых, он плохо освещается в темное время суток. А во-вторых, этот переход слишком длинный. По правилам ГОСТ, в центре него нужно делать островок безопасности. А в этом месте города, где проходят массовые мероприятия, выполнить эти работы невозможно. Аварии на этом перекрестке происходят каждую неделю. В основном страдают машины, но в любой момент автомобиль может вынести на пешехода. Проблему нужно решать, и чем быстрее, тем лучше, потребовали в городском отделе ГИБДД. Вопрос обсудили на заседании комиссии по дорожному движению. Там неоднократно предлагалась разная организация дорожного движения, и в том числе и круговое движение, и, не знаю, там можно было светофор поставить. Но, в своем понимании, это все не находило. В настоящий момент стоит просто островок просто. Это пешеходные переходы, необходимо убрать. Городские чиновники просили у инспекторов от срочки подождать, пока сойдет снег, чтобы можно было убрать разметку, переделать ограждения и поставить клумбы, которые должны перекрыть подход к народной тропе. Но до конца мая в ГИБДД ждать отказались. В итоге совместным решением комиссии переходу дали жизнь еще на две недели. Его демонтируют к 15 апреля. Я предлагаю дать две недели нашим жителям на то, чтобы привыкнуть, что там не будет пешеходного перехода, с этой целью разместить там информационные стенды, как со стороны администрации, так и с противоположной стороны, со стороны фонтана. Значит, и в срок до 15 апреля, я думаю, две недели будет более чем достаточно для того, чтобы люди смогли привыкнуть демонтировать этот пешеходный переход. Часто пользуемся, да, удобно. А если вы берут, как к этому отнесетесь? Ну, плохо будет, конечно. Как переходить туда? Отсюда вон в детский парк идем. Нет, я им не пользуюсь, потому что я считаю его достаточно опасным. Я стараюсь по более благоприятным переходить. Не пользуюсь, потому что очень опасный пешеходный переход. Оттуда машины всегда едут и оттуда, и друг друга пропускают. Очень много всегда аварий. Стараюсь вообще этим пешеходным вообще не пользоваться. Такое бывает, что там стоишь аж до спидцентра до этого. То есть именно направо, чтобы поворачивать. Прямо можно и так проехать. Там небольшая толпа собирается. А направо проблема уже. Решить попытаются в ближайшее время и эту проблему. На Т-образных перекрестках города, таких, например, как изыскатели Высоцкого, планируют разрешить движение направо на красный свет. Как говорит Андрей Близнюк, водитель с 10-летним стажем, давно пора. Обношусь очень хорошо, и надо ставить не только на этом перекрестке, а у нас еще много таких перекрестков. Руководство ГИБДД с мнением водителей согласно. Тем более, что подобные схемы уже применяются во многих странах и даже городах России. В Ноябрьске решено опробовать новшества на четырех перекрестках. И чтобы не тратить деньги на установку дополнительных секций светофоров и замену процессоров, вопрос решат с помощью специальных дорожных знаков. Они разрешат движение направо на красный. Естественно, предварительно водителю нужно уступить дорогу пешеходам и тем, кто едет на зеленый сигнал светофора. Мы согласны с установкой таких знаков, которые можно установить на перекрестках, где нет интенсивного движения пешеходов, исключено. И предлагаем установку этих знаков на перекрестках изыскателей Высоцкого, Высоцкого магистрального Новоселова магистрального 60 лет СССР, при повороте направо. В отличие от водителя, эксперт Российского общества автомобилистов Евгений Монаков большой радости по поводу новшества не испытывает. Во-первых, дорожные знаки вместо дополнительных секций на светофорах могут быть плохо видны ночью. А во-вторых, на таких перекрестках, как Высоцкого магистральная или 60 лет СССР космонавтов, водитель при повороте направо может не заметить тех, кто движется прямо на зеленый, а значит, эти знаки принесут дополнительный риск аварии. Тот же выезд, он очень будет сложный, если мы обеспечим конфликт с водителем, выезжающим на дополнительную секцию, с красным сигналом, с другим участником, который на основной зеленый. Будет довольно-таки очень сложно разъехаться. И в ряде городов даже такая схема не применяется. Смотреть по ситуации решили члены городской комиссии по безопасности дорожного движения. Знаки установят в рамках эксперимента и будут внимательно наблюдать за тем, каков будет результат. Обсуждается в городе еще несколько новшеств движений машин и пешеходов. В ближайшее время изменится схема движения в городском аэропорту. Кроме того, сейчас власти ищут компромисс с железной дорогой и надзорными ведомствами, чтобы найти способ сделать пешеходный переход на промзону в районе вокзала. Также сейчас решается вопрос об организации остановки общественного транспорта у МФЦ. Население требует, а инспекторы ГИБДД не разрешают. Ведь при нынешней схеме пешеходам на остановку придется пробираться через парковки. К этим вопросам пообещали вернуться на следующих заседаниях комиссии. Евгения Демина, Александр Паханов, Виталий Харченко, Александр Иванов. Ноябрьск, 24. Сейчас короткая реклама и смотрите сразу после нее. Гаражная революция. В некогда престижном кооперативе «Тепловик» назревает очередной скандал. Почему на последнее собрание собственников пришлось вызывать полицейских? Первый на Ямале. В ноябрьске появится собственный драмтеатр. Кто станет режиссером и каким репертуаром здесь планируют радовать зрителя? И праздник весны. В деревне Русскинской отметили День оленевода. Чем запомнится праздник гостям и коренным жителям на этот раз? Гаражный переворот. Пожалуй, в самом известном в городе кооперативе «Тепловик» вновь бушуют нешуточные страсти. Владельцы гаражей пытаются свергнуть управляющую компанию. Договор с ней был заключен в конце прошлого года. Почти за три месяца ее работы, по словам членов комплекса, никаких работ по благоустройству территории так и не провели. Устав от постоянных обещаний, народ решил взять ситуацию в свои руки и свергнуть управленцев. На собрании, которое закончилось приездом полиции, побывала и наша съемочная группа. Мы можем жить без вас. Вы нас просто не нужны. Крик души или голос разума? Члены тепловика доведены до предела. Собрание некогда образцового кооператива сегодня больше похоже на народное восстание. Люди недовольны управляющей компанией и готовы ее свергнуть. Скажите, пожалуйста, вот вы предоставили сейчас нам ведомость по уборке территории. 17 тысяч у вас ушло на что? Транспортные услуги написаны. Я еще раз повторяю. Прокуратура, ОВД, ОМВД, ОБЭП. Идем пишем, даем объяснение. Вам лично никто ничего сейчас здесь объяснять не будет. Вы кто такой? Вы такой же здесь, да, и строжник, магазин у вас тут, вы заинтересованы. У меня гараж здесь. Люди надеялись, что с приходом управляющей компании порядок наступит не только на территории кооператива, но и в его счетах. Сейчас тепловик находится на первой стадии банкротства. Так в конце прошлого года действующий председатель Сергей Десятков заключил с факториалом договор, по которому его представители должны были вести в комплексе хозяйственную деятельность и собирать членские взносы. Было оговорено, что они будут собирать деньги, безналичку личный кабинет будет у каждого, будут чистить снег, оплачивать электроэнергию. Два месяца буквально ничего не делали, люди им принесли 130 тысяч. Эти деньги они расписали, парни звонят так, что они не расписаны. На неоднократные обращения к ним, почему ничего не делали, все не везут деньги. У вас расписался Алексеев, что взял у вас деньги? Где этот документ, покажите. Квитанцию нам дали, сказали, что с января месяца по этой квитанции 600 рублей оплачиваете в кассу. Ты же говорил ни у кого, ноль, ты только что сказал, ноль, ни копейки, ни от кого я не получил. С начала года, по словам членов кооператива, на территории ни разу не вывозили снег. Да и мусор убирали редко. Поэтому вносить деньги управляющей компании гаражники тепловика категорично отказались. Сколько денег перечислили факториалу по договору? Деньги я не принимал. Вы денег сколько перечислилили? Юрлицо сколько перечислилили? Я отвечу, ни одной копейки перечислено не было. Нет расчета. Нет расчета. Нет. Сколько вы денег перечислилили? Вам лично тепловика ничего не перечислили? Ничего, да? Теперь за счет чего тогда должна была вестись деятельность? Чтобы не отключили хотя бы свет, за решение проблемы взялись сами члены кооператива. Инициативная группа собирает деньги прямо в одном из гаражей. Управляющая компания, в свою очередь, считает это теневыми поборами. Заявление об этом, по словам директора факториала, уже написано в соответствующие органы. В свою очередь он предлагает гаражникам переходить на индивидуальные договоры. Наша задача все-таки, то есть, оставить людям право выбора на заключение индивидуальных договоров. На заключение прямых договоров с энергоснабжающей организацией. На заключение прямых договоров на обслуживание. Скажем так, потребности у всех разные. Основная задача осуществить, то есть, прозрачность данных платежей. И индивидуальный подход к каждому. Наша организация может оказать услуги абсолютно, то есть, по всем требуемым работам. По словам Константина Железнева, индивидуальные договоры подписали порядка 100 гаражей из 700. Но большая часть членов кооператива не хотят играть по этим правилам. Первые месяцы работы управляющей компании оказались для них показательны. Но слагать полномочия, как требуют того гаражники, факториал не собирается. В суд обращайтесь, в суд обращайтесь. Уезжайте. Уезжайте. Елена Жаркова, Александр Иванов, ноябрь с 24. Доплату работающим инвалидам никто не отменял, а изменились условия предоставления соцподдержки. В Управлении социальной защиты населения пояснили новые критерии для получения выплаты. Такая доплата существует в округе с 2012 года и полагается работающим инвалидам. Однако с недавнего времени к потенциальным получателям добавились требования. Право на данную выплату сейчас имеют инвалиды, работающие и получающие социальную пенсию по инвалидности. То есть не по старости, как было раньше, а по инвалидности. Изменены условия в части того, что трудовая занятость инвалида не может быть меньше полставки. То есть раньше это не было оговорено, сейчас это четко оговорено. Также теперь учитывается размер заработной платы работающих граждан с инвалидностью. Он не может быть меньше установленной минимальной оплаты труда. Новые критерии к получению выплаты сократило количество нуждающихся в ней. Сейчас такую поддержку получают всего три жителя города. В Ноябрьске появится драматический театр. Он будет работать при кинотеатре «Русь», но площадкой для спектаклей станет Центр досуга «Нефтяник». Уже известно имя художественного руководителя первого в городе профессионального театра. Это 29-летний Анатолий Лобанов. Он имеет опыт актерской и режиссерской деятельности. Работал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске. Уже набраны и две актрисы. Они также приехали к нам из других городов. Всего театральная труппа будет состоять из 11 человек. Полностью ее состав сформируют летом. В это же время определяют и сценический репертуар. В перспективе постановка не только больших драматических произведений, но и миниатюр, а также спектакли для детской аудитории. Первая премьера запланирована на ноябре этого года. Она пройдет в обновленном зале Центра досуга «Нефтяник». В конце апреля планируется закрыть на ремонт вот этот большой зал, где будет осуществлена модернизация, достаточно большая, и деньги тоже на эти работы выделены. Здесь будет усовершенствована акустика. Мы увидим в виде изменения. То есть полностью зритель зайдет в новый зал новыми креслами. Некоторая модернизация будет подвержена и сама сцена, зеркало сцены. Гонки на оленьих упряжках, национальная борьба и блюда хантыйской кухни. В деревне Рускинска Ханты-Мансийского автономного округа отметили День оленевода. На традиционный праздник коренных народов Севера съехали сотни гостей со всей Югры и Ямала. Чьи олени быстрее всех пришли к финишу, расскажет Ольга Тишинина. Прямо со старта олени рвутся в бой. Всего несколько секунд, и они ускользают от взгляда зрителей. Разглядеть упряжку можно только в объектив камеры. Удивительно, но эти спокойные с виду животные развивают скорость больше 60 км в час. За оленями бегами наблюдают сотни людей, которые специально ради этого зрелища приехали в деревню Рускинскую со всей Югры и Ямала. В этом году в соревнованиях участвовали 70 упряжек. Везде запряжено разное количество оленей. Чем их больше, тем сложнее ими управлять. Спортсменам нужно было преодолеть круг в 1200 метров быстрее соперников. Ханты готовятся к этому весь год. Но даже у опытных не все получается. Олени крутятся волчком, сворачивают, куда им заблагорассудится, и скидывают своих наездников. В финальном заезде из пяти упряжек стартовать удалось только одной. К финишу первым и единственным пришел Валерий Покачев. Он прошел дистанцию за одну минуту 47 секунд. Говорит, победой обязан только оленям, а не у него чемпионы. В прошлом году в Коголыме его товарищ с их помощью уже выигрывал. А секрет успеха в том, чтобы приручить животных, не бояться людей, шума и криков. Почему ваших соперников не получилось на старте? Ну, они, видишь, они неприученные, нормальные. Они, ты видишь, прыгают туда-сюда, а у меня-то спокойно стоят. Только они смотрят, куда ехать. Как давно участвуете в таких бегах? Да я года так-то уже, 6-7 уже. Побеждали раньше? Раньше один раз получалось, тоже первый наставил. Тоже поран был. В бегах участвуют и женщины, причем иногда они даже быстрее мужчин. Первой стала Анастасия Комтина. Ее время минута 48 с половиной секунд. А что самое главное? Вот как олени приучить? Ну, в лесу они все хорошие, здесь это смотря, кто как постесняется. Олени тоже как люди, они могут стесняться, могут и это нормально пройти, пробежаться. В лесу же их учим, выбираем быстрых, сильных и быстрых и смелых. Те, кто не боится и не крутится. Вообще, именно благодаря оленям людям удалось покорить Северную. А для коренных, малочисленных народов олени – это вообще главное богатство. Это и пища, и жилье, и транспорт, причем самые надежные в тундре. Но это олени – спортсмены. Они участвуют в гонках, причем пика своей физической формы они достигают в возрасте от 3 до 7 лет. Главный приз победителям гонок – новенький снегоход «Буран». Его каждый год дарит компания «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» в рамках программы «Родные города». Компания вообще вкладывает значительные средства в поддержание семей коренных народов. Передает им снегоходы, мотопилы, строительные материалы, спецодежду и продукты. Развивают и инфраструктуру. По соглашениям с администрацией Сургутского района мы уже построили, за наши финансовые средства построена набережная, построена спортивная многофункциональная площадка, детский лагерь «Картох» и летнего пребывания, где посадили мы кедры, и они принялись, причем нас замглавы благодарила, что у нас легкая рука. Мы пришли на эту землю, и мы должны помогать тем жителям, которые живут на этой земле. А на центральной площади выстроились ряды чумов, где все желающие могли отведать уху, хантыйский бульон из оленины и чай из чаги. Здесь же гостей праздника угощали шашлыком из оленины. А на сцене лучшие творческие коллективы исполняли национальные песни. Посетители также могли посмотреть на соревнования по национальным видам спорта, такие как прыжки через нарт и бег в национальной одежде, борьба и метание тензиана на хорей. Владимир Кичимов говорит, чтобы добиться безупречной точности, начинает ежедневно тренироваться за месяц до дня оленевода. Важный аркан его плетут вручную. Оленя шкура разрезается на полоски, намачивается и растягивается. И вот такие вот полоски получаются. Потом в четыре жилы заплетаешь такую веревку. С какого расстояния можете зарканить оленя? Ну вот у меня 26 метров аркан, ну полностью распрямляется как бы вот. Вот как бы на 25 точно могу. На 20-25 точно могу. Победители национальных соревнований тоже получили ценные подарки. Ну а гости, напитавшись эмоциями, закупив необычные сувениры, ягоду, оленину и всевозможную рыбу, которые было в избытке, отправились по домам до следующего дня оленевода. Ольга Тишинина, Александр Паханов, Ноябрьск-24. В эфире телеканала Ноябрьск-24. Еще много интересной информации. Не переключайтесь.